Чем капшин видео лучше, чем просто видео? Ну, во-первых, потому что вы уже заметили, что есть титры и есть субтитры. Титры — это то, что вы сами пишете и дополняете историю, а субтитры — это то, что проговаривает ваш герой. Чем капшин видео лучше, чем просто видео? Ну, во-первых, потому что вы уже заметили, что есть титры и есть субтитры. Титры — это то, что вы сами пишете и дополняете историю, а субтитры — это то, что проговаривает ваш герой. И если вы, например, на лекции сидите и тут листаете, скролите ленту и видите какое-то классное видео — все же так делают, да, наверное, на лекциях? И на работе тоже. И видите, классное видео и думаете, блин, я сейчас могу его упустить, и лучше я сейчас его посмотрю, и вы можете спокойно посмотреть капшин видео. То есть вам не нужно не слышать ничего, достаточно просто читать. Вот. И это яркий пример того, каким должен быть капшин видео. То есть классное же? Вызвало эмоции, да. Я сейчас после этого скажу, какое хорошее, какое плохое капшин видео. И про IGTV-формат. Для Stories — это 9 на 16. 9 на 16. В Stories и IGTV эти видео очень хорошо сейчас идут, поэтому, когда вы планируете, вы знаете, что вы будете вертикально делать, нужно отдаляться от объекта подальше, то есть чтобы вы могли спокойно выразить. Потому что я снимала ее в обычном своем стандартном режиме, но когда я пришла в офис и стала слушать ее интервью, я поняла, что на одну минуту, ну, когда вы делаете видео капшин для инстаграма, желательно делать не больше минуты, потому что статистика... То есть вы видите, сколько просмотров, сколько реакций было на вашем видео. Если вы делаете карусель двухминутную, то уже не видно будет, какой был эффект от вашего видео. Согласитесь, потому что когда вы смотрите видео на весь экран, я вам потом покажу, правда, это будет здесь. Немножко непонятно. Так вот, это правило. Правило третье не работает для формата 9 на 16 и для квадрата, потому что, ну, там тяжело разделить кадр, и это работает для вот этого формата. Представьте, что ваш кадр делится на три вот таких части. И желательно ваш объект всегда размещать приблизительно вот в этой части, в этой, в этой или в этой. В принципе, можно размещать объект прямо в середине, прямо в центре, но это, если вот прям хочется, понимаете, вот, например, тот же самый Таджимахау. Он же идеально симметричный. Вот если вы поставите прямо по центру, то это будет супер. Или, например, какой-то портрет, например, известный портрет Путина. Ну, хотя, в принципе, тот фотограф, я забыла, как его фамилия, он всегда так фотографирует. Да, вот он прямо по центру, но это вот есть те, которых нужно повернуть. Последние уже месяцы я все чаще сама снимаю вертикальное видео, потому что запостить в сторис легко, запостить в телефон, то есть в любую социальную сеть. И чаще всего люди используют именно мобильные телефоны для получения информации. То есть мало кто сейчас сидит с компьютеров. Есть, конечно, те люди, которые потом пишут тебе в комментариях, а ты не могла снять горизонтальное видео, потому что у меня что-то по краям все черное, либо заблюрено. Вот, и поясняют человеку, что это 21 век, надо смотреть с телефона, да. Вот, смотря, что вы хотите в этом видео показать. То есть если вы... То есть для чего это видео? То есть если для мобильной платформы, то лучше... Да. Если для мобильной платформы, то лучше всего снимать вертикально, делать вертикальное видео, либо квадратное видео, либо такое чуть-чуть прямоугольное. То есть и не вертикальное, и не квадратное, оно какое-то такое... Я не помню разрешение данного видео, но да, оно тоже хорошо заходит в телефон. Если вы снимаете кино, ну тут тоже можно поспорить, здесь уже какие-то фильмы, которые именно сняты в вертикальном видео. Вот, например, в России вот сняли молодые режиссеры сериал Чоуза называется, они типа идут в лес, и они все транслируют по телефону, и оно снято в вертикальном видео. То есть это все ломается уже, то есть нет такого четкого понятия горизонтального, вертикального, то есть понятие есть, а предпочтение. Вот, как вы сами хотите. Если для мобильной платформы, то вертикальная. Если вы что-то там, например, пейзаж снимаете, и вам прям нужно, чтобы было больше пространства, нужно показать, вот, не знаю, драматурги какую-то, как человек стоит, и вокруг него куча-куча, не знаю, гор, лошадей, все такое, вертикальный точно не подойдет формат, потому что он все срежет и всю красоту убьет. Вертикальный формат для вот лаконичных таких вещей показать четко, ясно, понятно. Горизонтальный, я думаю, он уже более такое художественное считается. Стендап это, когда журналист встает с микрофоном и вещает новость. То есть, да, его желательно, если он прям начинает ставить, если, не знаю, по краям нет ничего такого важного, вы не акцентируете внимание, смотрит в камеру, прям, это желательно в середину. А потом, если вы хотите менять кадры, то да, там можно снизу, сверху, сбоку, как вам нравится. Когда вы берете интервью, старайтесь человека на два-три шага от стены подальше посадить, потому что, когда вы просто прилепите этого человека, то он не будет никакого, вот, знаете, вдаль, ничего, вот, не будет глубины, будет плоская картинка, а это нежелательно. То есть, отсадите человека подальше, посадите его удобно, сделайте так, чтобы сзади, например, была какая-то его тень, то есть, которая уходит вдаль, такая мягкая тень. Если вы хотите, чтобы ваш один кадр был замедлен в два раза, например, ну, на 50%, вот, значит, вы должны снимать 60 кадров, чтобы потом у вас получилось 2 кадра по 30, 2 секунды, точнее, по 30 кадров. Если вы сделаете, если вы поделите, точнее, если вы замедлите свою одну секунду, в которой 24 кадра, на 2 кадра, на 2 секунды, то есть, извините, то получится по 12 кадров. То есть, это вообще очень, ну, как на первом видео, заметили, очень сильное пробежание, очень сильные пробелы, поэтому учтите, что когда, то есть, у вас в голове должен быть какой-то небольшой сценарий перед тем, как вы идете снимать видео. Если вы предполагаете то, что вы будете делать замедление, то выставите другие настройки, выставите 60 и больше, 120, например, потому что при монтаже вы должны создавать свой проект именно в таком количестве кадров, сколько снято или сколько вы будете монтировать. Например, если вы открываете проект и создаете его 24 кадра, то по исходу, то, что вы монтируете, нужно, чтобы все ваши кадры были 24. Ну, там 24 и 9, может быть, там везде по-разному, вот, но суть остается одна, потому что, если вы сняли в 50 или 60 кадров в секунду, а ваш проект 24 кадра в секунду, то при монтаже будут такие небольшие бзыки, можно сказать, или какие-то скачки видео, то есть, это будет заметно профессионалом, и, ну, это не айс. Например, вы снимаете какое-то спортивное мероприятие, например, проезжают машины, сноубордистов, ну, или что-то еще. Желательно выставлять, ну, 60 кадров в секунду. Поэтому, ну, вообще, когда снимаете на мобильный телефон, желательно скачивать определенные программы, потому что у них есть фиксаторы. Кто, вот, может, пару примеров привести актуальных тем на данный момент для Душамбе? Одну-две темы. Ну, снос-домо. Так. Как минимум? Отопление. Отопление, правильно. Транспорт, свет, отопление, повышал. Да, вы же строительство. Да. Если вы выбираете актуальную тему для города, для ваших зрителей, то, ну, тут уже какой-то процент успеха будет. Например, если сравнить это видео про коспоэшу, коспоэшу, да, так, да, вот, то оно наберет меньше просмотров, чем видео про снос какого-то здания. Либо про аварию на каком-нибудь там ТЭЦ или что-то такое. То есть, такие видео, где тема близка зрителю, они набирают больше просмотров. Вот. Яркий герой сильной истории. Это вот как бабушка Аня, по которой мы сейчас посмотрели. Когда вы подходите к этому делу с, как это сказать, с душою, да, вы должны выбирать героя такого, которого, ну, в первую очередь, да, вам должен нравиться этот герой. Он должен нравиться вашим зрителям. Он должен быть интересным. Хотя, я, наверное, могу ошибаться. Герой может не нравиться вам. Он может полностью противоречить вашим моралям и принципам. Но вы знаете, что, например, у всех людей разное мнение. И кому-то, возможно, что этот герой понравится. Например, вы вот хотите снять про врача. Вы выберете врача, который, там, не знаю, ну, самый обычный, сделал 100 операций на свою жизнь, там, что-то еще. Или же 27-летний врач, девушка, которая в первую свою смену спасла 10 жизней пенсионерам восьмидесятилетиям. Ну, я грубо говоря. То есть, если вы хотите снять про врача, нужно выбрать что-то вот более похожее на второе. Тот, который немного отличается более своей выраженностью, чем первый. Так, вызывает эмоции? Ну, как я уже сказала, баб Аня. Вы посмеялись, там, слезу можно пустить в каком-то моменте даже. Мощный видеоряд. Да, когда вы снимаете, то есть, ваше видео это не только история, не только герои, но и ваша работа с телефоном или с камерой, неважно. Например, есть очень много фишек того, как снимать видео. То есть, одно дело просто поставить статичную камеру и снимать. Другое дело, когда вы делаете какие-то движения справа налево, сверху вниз, про бабу Аню. Видите, там, цветочки наезд, отъезд. То есть, вот все эти фишки, они дают какую-то изюминку видео. То есть, видно, что человек не просто стоял и записывал, он работал. То есть, он думал, что нужно здесь как-то пройтись, нужно как-то обойти. То есть, такие кадры, они более интересны и легко воспринимаемы зрителям. Вот. И последний принцип того, что ваше caption-видео хорошее, это то, что в нем есть титры. Их можно смотреть, ну, видео можно смотреть без звука. И теперь по поводу плохого caption-видео. Можно следующее? Видео ради видео. Это очень часто бывает, например, когда вам дают задание и говорят, иди сними вот это вот. Даже если ты не хочешь, даже если тебе эта тема неинтересна, и даже если ты понимаешь, что оно вот проигрышное, ну, просто тебе нужно его сделать, то, ну, скорее всего, что вряд ли оно у вас хорошим получится. Очень редко, возможно, в каком-то проценте, может, что-то и получится, но по большей части нет. Поэтому старайтесь избегать такие моменты, когда вам нужно снять видео только потому, что нужно. Или, например, вот бывают тренинги, где вам выдают что-то, например, какую-то технику, и говорят, по итогу вы должны снять видео, или мы у вас заберем, например, да, так. Например, вот такие вот штуки. Это называется стабилизатор. Вот. Если, например, вам на каком-то тренинге его выдали, сказали, вот, у вас есть какой-то срок, и вы должны снять видео, и вы узнаете просто, чтобы эта штука у вас осталась в руках, вы идете, снимаете, я не знаю, я иду по дороге, и вот тут яма, оп, яма, все, ваше видео закончилось. Это не видео. То есть вы должны делать это с душою. Слабая тема, ну, это вы должны сами уже выбирать, то есть вы должны взвешивать. Это тема, насколько она взорвет интернет, насколько она интересна будет публике, и, может быть, есть, то есть вариант выбрать другую тему, которая более сильнее. Ошибки в тексте, да, это очень частая проблема. Бывает так, что ты в торопях написал какой-то текст, титры, ты проверяешь, но твой глаз уже замылился, и ты не видишь ошибок просто элементарно, ты можешь там пропустить какую-то букву, то есть чисто технические ошибки. Вот. И поэтому обязательно, когда вы пишете текст, неважно какой, даже вот когда вы пишете статьи, давайте редакторам, давайте своим друзьям, после любого вашего материала кто-то должен еще раз посмотреть это видео, один или два человека как минимум, потому что другой взгляд, он может подсказать вам ваши ошибки, и нужно к ним прислушиваться, ну, к людям, к другим. Скучного время съемок и постпродакшна. Постпродакшн – это когда вы уже приходите на работу, ну, или вообще куда-либо, и скидываете весь свой материал на ваш рабочий компьютер. То есть это и есть постпродакшн, когда вы начинаете монтировать уже. Вот. Скучного время съемок. Наверное, кто вот работает с журналистом, не знаю, проводили уже съемки, они знают, что бывает такое. То есть ты сидишь на каком-то скучном заседании, где просто монотонно кто-то выступает, и тебе уже скучно, и, ну, все. То есть ты такой придешь на работу, будешь думать, вот я так устала, ты два часа снимала, там непонятно что, о чем они говорили, теперь мне уже скучно даже это слушать. То есть все уже видео, оно будет таким, ну, не очень хорошим, когда вы уже сами чувствуете, что вам не интересно. И вот когда вы монтируете, у вас кадры такие скудные, там, однотипные. Например, вы взяли интервью в аудитории, и, ну, кроме того, как снять доску, баннер, флажок, у вас больше ничего нет, то это скучно. То есть надо выводить героя куда-то. А, вот. Смудренный текст. Смудренный текст это, то есть можно сказать, это Баба Аня, она любит убираться в подъезде, а можно сказать, это Баба Аня, одна из старейших жителей данного города, до подъезда, которая беспристрастная, как это с огромной любовью относится к тому, что она каждая... Да, то есть тут уже очень сложно, то есть не выбирайте какие идеи причастные обороты, где куча слов, куча прилагательных, куча-куча всего. То есть старайтесь лаконично. Писайте в вашем титре, который должен принести информацию, должно быть 3-4 слова максимум. То есть вот это ваш лимит. И за вот эту одну строчку человек, который прочитает это, он уже должен что-то получить. Поэтому от мудренного текста отказывайтесь. И отсутствие сценария. Вот. Перед тем, как вы идете на какое-то задание, наверняка вы знаете, что вы будете снимать. Например, вам сказали, что будет такое-то мероприятие на площади Москва, да, вот. И то есть вы знаете, что там будут выступать какие-то люди, и вы уже готовите небольшой сценарий. Ага, я сниму выступающих, я сниму зрителей, я сниму реакции, я сниму... То есть это уже и есть ваш небольшой сценарий. А есть то, когда вы подходите более профессионально. Например, вы говорите, я хочу снять видео про какого-нибудь артиста. И вы не просто идете и делаете интервью с ним, а вы заранее, например, хотите сделать это красиво и расписываете. Я возьму у него интервью, я выставлю именно так свет, я посажу его вон туда, а потом мы пойдем там, и я сделаю такие кадры, я сделаю, как он стоит куда-то задумчиво смотрит, я сделаю, как он репетирует. То есть тут вы уже прописываете полностью, потом по сценарию работаете. Можно и так, и так, в зависимости от вашей темы, в зависимости от знаний ваших, куда вы идете. Про кадры. Когда вы снимаете на телефон, ну вообще не важно, но что, когда вы вообще делаете видео, нужно обязательно, чтобы при монтажении его проблем, нужно брать общий кадр, средний кадр и крупный кадр. Допустим, вот ваш интервью. Крупный кадр это когда вы будете снимать, ну вот так вот. И старайтесь, чтобы над головой оставалось пространство. Никогда не обрезайте и не берите кадр вот так вот. Или вообще вот так вот. Или вот так вот. Тоже не надо. То есть вот. Чтобы по грудь и чуть выше головы, хотя бы немного, вот столько. Средний кадр это, ну где-то по пояс и больше, то есть пространство. Общий кадр, когда она будет во весь рост. Вот. И когда вы будете монтировать, не делайте так, чтобы вы сняли общий кадр, а потом об крупный кадр. То есть нужно поочередно общий кадр, средний кадр, крупный кадр. Крупный еще также делится. То есть каждая из них делится на еще три подкатегории. Например, крупный кадр, очень крупный, средний крупный, какой-то там еще крупный, крупный, дабл крупный. Например, глаза, зрачок, там, и мозг. Мозг. Снять мозг. Вот. И да, не забывайте об этом, потому что, ну, это красиво. Вы сможете выстроить кадры. Поэтому, например, даже вы снимаете один кадр, то есть три кадра ноутбука. Вам нужен ноутбук, да, вы хотите его снять. Снимите его три кадра с этой стороны, три кадра с другой стороны, три кадра с третьей стороны. И при монтаже вы получите, например, общий кадр ноутбука, сбоку, чуть средний, и его буквы – это крупный кадр. Вот. А если вы сделаете все общим, то ноутбук с этой стороны, ноутбук с этой стороны, ноутбук с этой стороны. Никаких деталей. То есть это скучно. Снимайте детальки, снимайте там какие маленькие фишки, там, не знаю, руки, пальцы, как люди что-то делают. Снимайте, не знаю, например, вот вы снимаете стол преподавателя, снимите его просто, что у него творится, я не знаю, пройдитесь там телефоном от начала до конца, приблизитесь к милу, там, снимите как мил. То есть эти детальные картинки, они придают какое-то, знаете, вот, ну, что-то такое чувственное для вашего видео. Помимо того, что вы можете сами снимать видео, вы можете делать кэкшн-видео из чужого материала. То есть это так и называется, видео собрано из чужого материала. В интернете очень много, не знаю, проходит флешмоба всяких разных, часто бывает такое. У нас, я не знаю, да, я вот, 25 минут. Вот, вы можете брать, давайте вот просто посмотрим, вот, сначала вот это. Мы нашли это видео из СССР. Вся это видео с Ютуба просто случайно увидели. Это видео с Ютубом. Добавил субтитры DimaTorzok 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 То есть у этой палитры будет определенный шестизначный номер. Вы запоминаете его, и если вы хотите брендированный контент, то у вас должен быть определенный зафиксированный цвет. Все готовы, да? Поговорим о музыке. Как я и сказала, 50% вашего видео успех. Это визуальный и 50% слуховой, если это можно так сказать. Музыка, старайтесь подбирать ее правильно. То есть если у вас динамичное, ритмичное видео, выбирайте такую же музыку, чтобы в ней был, чувствовался драйв. Если у вас какая-то грустная история, я не знаю, от которой прям вы хотите, чтобы зритель заплакал, там или, не знаю, слезу пустил, выбирайте пианино, скрипку, спокойную, какую-то размеренную, чтобы она не только просто, типа, музыка, потому что музыка нужна, потому что она должна вызывать чувства. Для этого музыка и существует. Поэтому к этому вопросу нужно также подходить очень ответственно. И есть несколько платформ, где можно выбирать бесплатную халявную музыку. То есть если вы сейчас скачаете какую-то, какую-то композицию с гугла и вставите в свое видео, вполне вероятно, что в Фейсбуке ваше видео заблокируется, либо просто отключится звук. Если вы загрузите это в Ютуб, то там появится монетизация на ваше видео, которая будет идти не вам, а другому пользователю, кому принадлежит эта музыка. И ваше видео тоже могут, то есть на него могут пожаловаться и заблокировать, если автор не давал согласия. То есть он не хочет, чтобы это было опубликовано. Поэтому, когда вы выбираете музыку, нужно выбирать такую, которая не имеет авторских прав, либо автор разрешил использовать ее без его согласия. Он уже дает это публично. Вот следующий слайд. Где вы можете найти такую музыку? Следующий слайд. А как же кофе? Ютуб и Фейсбук. Да, у них есть своя картотека, где вы можете спокойно найти музыку любого жанра, любой динамичности, любой длительности, вокал, не вокал, мужской, женский и прочее. Мы можем это прямо сейчас зайти или в Ютуб, или в Фейсбук. Давайте посмотрим, жанры какие у них есть. Вот прям, да, любой жанр. Тут есть... В общем, все есть. Рок, африканская, вон там написано, юмористическая и прочее. Африканская под DJI-видео, которое снимали, вот для них. А, и здесь, кстати, видно темп. Здесь медиум. Вот, можно еще темп выбрать, можно вокал выбрать, можно длительность выбрать. Точно так же в Фейсбуке. Если вы... Иногда бывает конфликт интересов. Ну, вообще у них есть конфликт между собой у Фейсбука и Ютуба. Поэтому, когда вы берете музыку с Фейсбука, ставите на видео, публикуете в Ютуб, там вот все-таки появится автор или что-нибудь такое. Ну, короче, да. Спокойно можете скачивать отсюда музыку и использовать в ваших видео. В Ютубе, ну, я уже сказала, то же самое. Можно и там, и там. Ну, в общем, без разницы. Где понравится... Мне, по-моему, больше нравится в Ютубе, потому что там больше жанров, кажется, там, да. Там было больше разнообразия такое. Да, да, да. У них это называется вот Audio Library. Есть еще инструменты. То есть вы можете выбрать даже по инструментам. Ну, и все то же самое. Жанр, темп, вокал. Делайте капшены на таджийском языке. У нас очень мало кто делает на таджийском языке, но это очень популярно, потому что у нас большая часть населения, они все еще... Ну, как бы, не все еще, а таджийский язык, как бы, никто не отменял. Он наш государственный язык, и поэтому видео на таджийском языке будут очень популярны среди большинства. Вот если мы делаем на русском языке, то у нас не так много просмотров, а когда мы делаем на таджийском языке, там, прям, и комментарии усиливаются. То есть они чувствуют, что это что-то свое. И в зависимости от того, какое у вас видео, какой там посыл, ту платформу выбирайте. В YouTube короткие видео не загружайте. По своему опыту скажу, что YouTube это такая платформа, куда люди заходят посмотреть и послушать. Именно минимум 10 минут. Минимум 7-10 минут и больше. То есть люди, которые заходят в YouTube, они готовы потратить столько времени на видео. Поэтому туда вы можете делать какие-то блоги, скорее всего. что-то более серьезное. Какие-то телепередачи делать. Не теле, а интернетовские передачи уже можно сказать. Вот. Поэтому кэпшн для YouTube не подходит, сразу говорю. Короткие минутные видео, двухминутные, просто с музыкой тоже не подходят. Например, если вы сняли двухминутное видео, а потом вы сделали к нему разбор, типа, как я снял это видео, как я его смонтировал, вот мой рабочий процесс, тогда это видео будет просматриваться. То есть чувствуете, да, разницу? Чувствуете разницу, люди, сидящие в телефонах? Да. Вот. И Facebook капшн видео идеальный, Instagram также идеально. Ну, Facebook, я сказала, Instagram молодежь, Facebook более взрослые такие люди, которым нужна серьезная информация. Так, и следующий слайд. У всех есть сейчас, кажется, здесь есть интернет, да? У нас есть, точнее, я вам советую скачать несколько приложений, которые вам помогут снимать и монтировать видео. Первое приложение это Open Camera. Это приложение, да, вы можете записать, и потом мы уже во время, да, будет время, чтобы вы скачали. Open Camera предназначена для того, чтобы снимать. То есть у нее есть куча настроек, которые позволяют зафиксировать камеру, настроить свет, настроить резкость и прочее, ну там, баланс белого, ISO и прочее. Вот, поэтому она нужна вам стопудово. Есть два приложения для монтажа. Есть PowerDirector, он скачивается, по-моему, он или платный, либо с... Есть платный контент. Там водяной знак есть, если вы с PlayMarker скачиваете. PowerDirector, Короче, у меня есть версия, в которой нету, я... Да, ладно. Да, да, у всех, по-моему, есть взломанная версия. Короче, мы... Да, можем поделиться. И недавно Adobe выпустили мобильную версию, как... То есть, Premiere, только мобильная, а называется она Adobe Premiere Rush. Вот, это очень крутое приложение, в нем можно, вот прям, реально профессионально монтировать. Там есть несколько видеодорожек. Кто видел когда-нибудь Premiere? Кто работал в нем? Ага. Насколько это сложно, наверное, все знают. кто... Да, это... Ну, это, наверное, первые разы, первые месяцы действительно сложно, ты открываешь, появляется куча окон, куча вкладок, ты не знаешь, что с чем делать, но со временем уже как-то привыкаешь и начинаешь уже работать. Вот, Adobe Rush, это мобильная версия Adobe Premiere Pro. Я, наверное, представлюсь, меня зовут Камелия, Камелия Самуэленко. Я сейчас преподаю в РТСУ, преподаю интернет-журналистику и основу рекламы пиар, но не об этом. Почему я вам буду рассказывать об интервью я в визуальном стритейлинге, потому что я работала на радио, в принципе, у меня были свои программы. Хорошо, медленнее. Вот, я работала на радио отсюда и такой темп. И достаточное количество интервью я за 4 года провела. 2 года в университете, 2 года работы на радио, поэтому я поделюсь сейчас своими знаниями, в принципе, и всем тем, что вам будет интересно. Мы сейчас закончим техническую часть про визуальный стритейлинг, про историю, а потом дальше перейдем с вами к интервью. Можно? Смотрите. Давайте начнем вообще со слова стритейлинг. Кто знает, что это такое? Ну, что все. Кто скажет нам всем громко, что это? Может? Да, когда ты расскажешь историю, то есть от точки А до точки Б, что произошло, как? Вот. Мы же все можем с вами быть стори-теллерами? Или нет? Да. Конечно, да. То есть мы с вами можем рассказать истории, так или иначе. У кого-то хорошо развиты писательские навыки, мы можем писать, это каждый день кто-то в стол, кто-то на самом деле публикует у себя где-то, но также мы можем создавать истории и в видео, и в картинках. Также сюда можно отнести даже гифки, то есть даже с помощью гифки или с помощью картинки мы можем передать ту или иную историю. Так вот, визуальный стори-теллинг это про это. По данным исследованиям, на самом деле, спустя 72 часа, после того, как вам кто-то рассказал что-то, вы, в принципе, можете запомнить около 10% информации. На самом деле, и того меньше. Но если все это будет подкреплено визуальной частью, то, соответственно, шансы вырастут на целых 83-82% отложиться у вас где-то в памяти на подкорке. То есть, за счет этого можно хорошо выехать. Почему реклама, допустим, на радио лучше запоминается, чем реклама на радио? Потому что вы видите эту картинку. Хорошо. Я слишком медленно не могу. Окей, вы видите эту картинку, у вас создаются какие-то свои ассоциации, может быть, впечатление оно у вас вызывает. В общем, так или иначе вы запоминаете эту информацию, нежели если бы вы просто прочитали, например, текст какой-то. Ну, то есть, кто может сейчас назвать какую-нибудь свою любимую рекламу с ТВ? Телевизор вообще же смотрите? Сыр панда. Вот. И еще? 8-800-555-355-355. Проще позвонить. Чему? Занимать. Самое другое, думаю, здесь много согласятся, это Азино-3-топорат. Да. Азино-3-топорат. Азино-3-топорат. Хорошо. Был еще момент, когда всех раздражала реклама про скеттлстрянку. Она их всех раздражала, но она сидела у всех в головах. То есть, маркетологи добились своей цели, понимаете, конечного результата, достучаться до вас, до всех. Вы, может быть, вам она не нравится, но она засела у вас в голове, и, в принципе, цель была достигнута. Можно дальше. Вот, сейчас мы рассмотрим с вами 10 правил, основных быстро по ним пробежимся, которые важны для визуального стритейлинга, для, в принципе, для вашей истории. Смотрите, самое главное, это не говори, а покажи. То лучше, на самом деле, это показать, продемонстрировать, нежели вы будете описывать, как Лев Толстой на 4 тома, я не знаю, про дуб, какой-то пейзаж или что-то еще. То есть, лучше один раз увидеть своими глазами, чем прочитать или услышать. У тех, кто создает видео, вот так мина скажет, что здесь главный ролик играет обложка или где-то первые 2-3 секунды просмотра видео. Дальше. Добавьте вашу историю движения. Здесь хотелось бы отметить, что движение может отсутствовать даже в видео. То есть, если вы, например, проводите интервью и снимаете человека вот просто крупным планом, стоите, камера никуда не двигается, то есть, движения нет. Уже человеку неинтересно. Взгляд все время должен куда-то скользить. История должна развиваться. И, то есть, вы должны выбирать специальные ракурсы, специальные углы, то есть, показать с разных сторон. То есть, вы должны понимать, что вот прямо в лоб, когда вы делаете вот эту одностороннюю, однобокую, плоскую историю, она никому не зайдет. Когда вы делаете видео, в принципе, всегда должно быть вступление. Это как раз ваши несколько кадров, которые должны зацепить человека. Дальше обязательно идет возрастание вообще действий. То есть, события как-то должны развиваться. Если у вас все будет монотонно-монотонно, в принципе, людям наскучат. Даже если видео короткое, то есть, в любой ситуации, обязательно должна быть кульминация. То есть, это тот самый момент, когда события разворачиваются достаточно интересным образом. то есть, если вы говорите о герой, именно на кульминации здесь должен быть какой-нибудь поворот в его жизни, может быть, какое-то происшествие, которое может вызвать отклик в сердцах вашей аудитории. То есть, с ним что-то должно случиться. Это что-то может быть как и хорошим, в принципе, так и плохим. Ну, то есть, не важно. Самое главное, чтобы страсти накалялись, чтобы это все происходило. Дальше идет спад. Ну, то есть, и, конечно, завершение, ваша завязка. То есть, в конце вы должны прийти в этот пункт B и рассказать, что все-таки, ну, после того, как что-то случилось, как сейчас поживает этот герой, что с ним есть вот на данный момент. То есть, если вы оставите где-то в кульминации, то есть, ваша аудитория все время будет задаваться вопросом, а что дальше? А что с ним случилось? Ну, то есть, не будет вот этого чувства завершенного действия. Понимаете? То есть, всегда нужно заканчивать историю. И когда вы снимаете свой сюжет о герое, то есть, вы на самом деле должны показать вот этот его жизненный путь. Он может быть даже в минуту. Можно рассказать в минуту о том, как что-то произошло просто маленькими кадрами, но это нужно сделать. Даже одной фотографии можно показать какой-то переходный момент. Ну, то есть, что с ним сейчас или что происходило или что начинает происходить. Держите фокус. Всегда должна прослеживаться какая-то суть. Вот ваше сообщение. Поэтому держите на нем фокус. Не надо уходить куда-то далеко. Да, используйте какие-то кадры, но это все должно быть вот прям в одной линии в связке с вашим сообщением. Недавно было снято недалеко от Душанбе, я не помню в каком регионе, там дети бедные должны переходить через реку в школу. То есть, они снимают свою обувь и в белых колготках девочки просто идут по этой глине, идут по дереву, который там, или что-то такое, какой-то страшный мостик через реку. То есть, жители говорят, как так, мой ребенок должен 11 километров идти пешком. То есть, вот история. И как вы это делаете? То есть, как вы это показываете? Вы не просто показываете мост, говорите здесь, проходят дети. Нет, вы находите этих детей, берете у них интервью, снимаете, как они вот снимают эту обувь, как они вот по этим лужам идут и потом сидят на занятиях. Тогда у вас будет хорошая история. Если, когда вы рассказываете историю, вы выбираете героя, а героя должен быть один. Максимально два, и то это нежелательно. Чуть больше внимание людей будет распыляться, и вы не сможете полностью донести, рассказать всю историю главного героя. то есть, получается, вы чуть-чуть зацепите у этого, чуть-чуть у того, чуть-чуть у третьего, и не будет вот этой, может быть, полной дороги от пункта А до пункта Б. То есть, все будет срезано, где-то будут недочеты, будет недополнено, и если вы беретесь все-таки рассказывать о герое, лучше взять его одного, и конкретно на его примере, если мы говорим о проблеме какой-то, показать, допустим, показать наши изъяны, какие-то наши проблемы, и все остальное. Большинство информации, в принципе, мы с вами получаем друг от друга, то есть, просто общаясь, разговаривая. Есть такое исследование, проводили американцы, большую часть, около 80% информации, которая поступает в СМИ, это от людей, с помощью просто обычных разговоров. Это не мониторинг чего-то, не увидели, не засняли, а именно им кто-то что-то рассказал. Это вот это самое сарафанное радио. Поэтому интервью, в принципе, для журналиста, оно очень важно. Можно следующий слайд? В журналистике интервью рассматривается как жанр и как метод. То есть, если мы говорим о нем как о жанре, то это подача информации. А если мы говорим о методе, то это сбор информации. То есть, если вы, например, хотите сделать себе какую-то программу в виде интервью, вы садитесь, там, ставите себе стульчики, я не знаю, кофеечек и начинаете беседовать с человеком. Ну, то есть, это получается жанр. Если вы просто беседуете с людьми, например, на месте происшествия и хотите у них что-то узнать, то это получается уже сбор информации. То есть, вы собираете все то, что вам нужно. Мы остановимся с вами на методе, потому что у нас в caption-видео все-таки мы поговорим о сборе информации конкретно. Следующий слайд. Значит, в интервью участвуют, то есть, два человека и более. Самое главное, что это такой информационный обмен между ними, который помогает третьей стороне, то есть, аудитории нашей получить важную для нее информацию. То есть, по сути, у нас получается три объекта. Интервьюер, интервьюируемый и наша целевая аудитория. То есть, эти два делятся информацией, смотря, если у них, например, партнерский вид интервью. Если нет, то делится только один, а этот уже ее ретранслирует. Есть конфронтационный прием, то есть, это когда вы достаточно грубо общаетесь со своим интервьюируемым человеком. То есть, это нужно, допустим, для журналистов, которые проводят расследование, которым нужно вот срочно узнать у вас правду о том или ином моменте. или для тех, кто готовит репортажи. То есть, им очень срочно нужно что-то получить и у них нет времени налаживать с вами коммуникацию, хорошую, добрую коммуникацию и они в наглую уже спрашивают, вам задают вопрос, а что, а как, и зачем, почему. То есть, здесь получается немножечко такой конфронтационный, но в принципе он достаточно распространенный тип, распространенный стиль в главных редакциях в принципе по России в Америке у нас я не встречала, хотя такое тоже есть. Ну, то есть, понимаете, это такой человек, который везде лезет, которому все нужно узнать, который может покопаться в ваших каких-то тайнах, которые вы не хотите раскрывать, но ему это нужно, чтобы составить, например, хороший какой-то материал. И вот есть партнерский. На самом деле он самый крутой, на мой взгляд, это когда журналист не воспринимает себя таким журналистом или допытывающим, он воспринимает себя как другом. То есть, здесь на самом деле проходит обмен информацией. Если в первых двух вы информацию получаете, просто требуете ее, как бы задаете вопросы и получаете то, что вам нужно, то здесь вы обмениваетесь. У вас получается такая дружелюбная беседа. Но самое главное не заходить слишком далеко, чтобы у вас не было, знаете, таких понебратских отношений, что вы подружились со своим интервьюруемым человеком, и потом, я не знаю, вместе ходили куда-то гулять или что-то. Нет, с одной стороны, это, конечно, хорошо, у вас появился новый знакомый, может быть, даже друг, но с другой стороны, это чревато не очень хорошими последствиями, в том плане, что он может не до конца потом вам выдавать ту информацию, которая вам нужна. Ну, то есть, все должно быть в меру. Никогда не уходите от вот этой линии, которую вы себе начертили. Есть 10 правил успеха, на самом деле, их много, но это основные. Правила успешного интервью. Вот самый первый, сначала вам нужно разговаривать с собеседником, то есть, когда вы общаетесь с человеком, например, вы хотите с ним поговорить о чем-то, узнать, никогда не задавайте ему вопрос сразу в лоб. То есть, вы пришли и сразу задаете, а скажите, пожалуйста, как вы смотрите на политическую обстановку там в России? И человек, он как бы в шоке немножечко, он такой думает, боже, я еще не успела свои мысли собрать, как-то я даже не знала, о чем сейчас пойдет речь, и что это, и как это, и зачем, и почему. То есть, один-два вопроса должны быть вот просто ни о чем, ребят. Ну, то есть, как ваши дела, как вы добрались, как вам погода? Ну, то есть, когда человек почувствует себя комфортно, то есть, когда он готов будет с вами разговаривать, то есть, тогда уже можно задавать вопросы. Дальше. Не перебивайте того, у кого вы берете интервью. Ну, то есть, это вообще, это самое главное, да. что вы делаете, ага, да, вот такие звуки, короче, ваши звуки потом будут слышны на видео, и просто вы их не обрисписаете, говорите человеку, угу, угу, будете постоянно делать. Поэтому просто молча слушать своего интервьера, просто головой кивать, либо глазами, никогда не перебивать его. Если вы хотите добавить что-то умное, вот он сказал, и вы хотите блеснуть тут своим умом, сказать, а вот на самом деле это так, у меня есть факты, пожалуйста, дождитесь, когда он закончит, подождите около двух-трех секунд, чтобы при монтаже вы смогли в случае чего себя вырезать, если ваша мысль на самом деле была не очень умной, а вы это поймете потом, когда придете, на самом деле, на постпродакшн, вот. Обязательно подготовьтесь к интервью заранее, если вы идете к какому-то эксперту или кому-то, будет очень странно и некрасиво, если вы придете к эксперту, например, не знаете, как его зовут, допустим, или вы вообще не владеете информацией, которую вам нужно получить, ну, то есть, вы пишете, я не знаю, материал какой-нибудь аналитический об экономических изменениях в стране, а сами в экономике вообще ничего не смыслите, и тут человек вам начинает рассказывать, я не знаю, о каком-нибудь венчурном капитале, и вы такой сидите, не понимаете, и дальше ваши вопросы не будут складываться и клеиться, также вопросы обязательно, ребят, нужно готовить заранее, подумайте для себя, решите, что будет интересно вашей аудитории узнать у конкретно этого человека, не вам, вашей аудитории, что они прочтут, вопросов должно быть около 10, чтобы вы, в случае чего, могли из них выбирать, также подумайте над тем, что в смысле вопросы у вас будут еще возникать по ходу, человек вам рассказал чуточку, чего-то больше намекнул, вы не знали, что он собирается вам об этом рассказать, и можете задавать наводящие вопросы, об этом вам тоже нужно будет подумать, а вот какой, в принципе, спектр его знаний, то есть, чем он владеет, чем он может быть вам полезен, это должно быть обязательно у вас в голове, так, ну то есть, на самом деле, чтобы человек, которому вы пошли, не подумал, что вы тупица, что вы дилетант, что вы новичок, потому что обычно образованные люди, эксперты, они не любят общаться с журналистами, которые, в принципе, не владеют информацией, с теми, кто тупо пришел задать, вот, прочитать вопросы, то есть, они понимают, что с ними поговорить не о чем, чаще всего они их отправляют обратно, не говорят, что мы вам напишем, оставьте свои вопросы, мы вам напишем ответы и отправим как-нибудь, когда-нибудь возможно, чаще всего это не происходит, то есть, если вы себя зарекомендуете как грамотного журналиста, который сможет поддержать беседу и что-то рассказать взамен ему, то это будет круто, дальше, внимательно слушайте ответы, да, вот, это тоже входящий туда совет, то есть, потому что любая информация, которая может даже чисто случайно проскочить, вам может быть интересно, то есть, допустим, вы говорите с кем-нибудь из нашего правительства, с каким-нибудь военным, а тут что-то он случайно сказал о каком-нибудь атомном реакторе, вы такие, зацепились, такая, а ну-ка, можно поподробней, то есть, если вы прослушаете эту информацию, вы упустите вот эту свою информационную бомбу, которую, в принципе, вы можете выложить другим людям, личность, то есть, вы должны помнить, что перед вами, на самом деле, личность с большой буквы и не должны задавать ей глупых вопросов, то есть, это относится, опять же, к верху, и последний интерес, то есть, интервью должно быть интересно не только вам, но и аудитории, опять же, на этом будет все держаться, потому что, если интересно только вам, прочитайте его только вы и ваш главный редактор, который будет это редактировать, может быть, он даже не хотел, но он это сделает, вот, и самое главное, не бойтесь высказывать свою позицию, но если вы на самом деле уверены в своей информации, которую вы имеете, и в своих знаниях, то есть, тем самым вы можете подтолкнуть тоже человека на достаточно интересный диалог, если вам есть, что сказать по этому поводу, у вас есть какие-то актуальные знания, то есть, вы всегда можете их продемонстрировать и сказать, а вот я слышал, что это так-то, так-то, тогда человек раскроется, поймет, что вы в теме и, может быть, выдаст вам чуточку больше, чем он сказал бы обыкновенному журналисту, и самое последнее, внимательно редактируйте интервью, то есть, когда вы будете уже редактировать его, там не важно, текст это будет, это будет видео, самое главное, не упускать вот эти самые интересные моменты, перечитайте все, что человек вам сказал, все, что было неинтересно, может быть, для вас, для общества, вы можете убирать, но подумайте, прежде чем вы что-то будете удалять о том, что это может зайти или не зайти аудитории, опять же, ставьте на первое место вашу аудиторию, не вас, не ваши личные интересы какие-то, всегда вы работаете на общество, на благо общества, поэтому думайте о них, у меня все, и спасибо за внимание, она открылась, есть вопросы? А, вы машете мне, я думала, у вас есть вопрос, есть, давайте, я хочу уточнить, а нужно ли перепродать информацию, полученную после интервью, но ее достоянность? Да, в принципе, если вы доверяете эту источнику, но на самом деле мы сейчас живем в таком мире, где фактчекинг превыше всего, то есть всегда нужно перепроверять информацию, всегда, в любой ситуации, конечно, мы можем доверять человеку, но, как говорится, доверяй, напроверяй, и я забыла сказать, что когда вы готовите интервью, готовите материал, вы всегда должны показать его, прежде чем вы запустите, то есть всегда нужно дать на утверждение, иначе человек может вас потом привлечь, как-то сказать, что на самом деле я этого не говорила, там типа вы сделали монтаж, там склеили какие-то мои слова, или на самом деле вы приписали что-то свое, ну то есть я когда работала в газете, в дайджесте, в авицене, когда мы проводили с кем-то интервью, мы брали уже весь готовый материал, подходили конкретно к человеку, он должен был расписаться, и только потом мы пускали в печать. с видео нужно делать точно так же, потому что сейчас все знают, что можно склеить слова, и аудио обработать так, как вам это будет выгодно, поэтому нужно всегда утверждать, потому что человек в любой момент может отказаться от своих слов и вызвать вас в суд, и не всегда у нас защищают журналистов. Например, он говорит какие-то простые, вы используете свои обороты, нужно ли выписать их, или можно будет как-то сделать более читабельнее и под свою стилистику подстроить? Если это интервью, например, в газете, это печатное какое-то для журнала, для чего-то, вы можете подредактировать как-то его речь, но показать ему, то есть некоторых людей это не устраивает, лучше писать так, как есть, ну, конечно, исправлять какие-то, может быть, грамматические такие ошибки, потому что у нас бывают, некоторые эксперты неправильно, ну, то есть не владеют, допустим, падежами, неправильно склоняют те или иные слова, то есть это можно исправить, да, она ушел или что-то такое, но совсем полностью менять его речь, стилистику, нет, нельзя, потому что, ну, то есть это эксперт, он уже вам сказал, он выразил свое мнение, тогда у него будут к вам претензии, опять же, но если вы подредактировали, пришли к нему, показали, он этот текст утвердил и сам подписал, тогда, конечно, можно, то есть почему я говорила, что нужно обязательно итоговый вариант показывать, потому что бывали моменты, когда я видела и думала, господи, ну, это же невозможно читать, а я люблю все такое высокопарное, я что-то добавляла, а потом человек злился, он говорил, я такое не говорю, это не в моем стиле, мне это не нравится, оставьте мой текст, и приходилось оставлять его текст, ну, потому что человек, он считает себя профессионалом, он считает себя экспертом, он думает, что вот его слова, они на самом деле крутые, они именно так и должны дойти. Не только эксперты, вообще обычных людей, и еще, когда вы пишете субтитры, если человек не говорил это слово, но подразумевает, вы просто берете в квадратные скобки, например, она пошла и купила хлеб, он говорит, она, ну, как бы, его предложение начинается, ну, вот вы ставите синхрон, она пошла и купила хлеб, вот тот человек, который не понимает, о чем идет речь, она пишет, мать, например, да, и получается, она, это он подразумевает, но не говорит, вы делаете в кавычки, мать, пошла и купила хлеб, то есть то, что он имеет в виду, но не говорит, вы берете, да, такие квадратные скобки и ставите, вы не можете просто написать, потому что он этого не сказал, и пытайтесь никогда не корректировать речь, если он мекает, векает, ну, да, междометия писать не надо, но если это, типа, не оу, хау, там, хау, 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 ух ты, это вы можете оставлять, это типа, ээээ, вот это вы не надо прописывать, но все, что человек говорит, вот, ну, как бы, я сказал, ну, короче, не важно, все, что он говорит, вы прям прописываете, не меняйте, не корректируйте речь, это неправильно. Почему это? Потому что крупные издательства, мировые, они именно используют, вот, вот этот, вот, стиль, тот, который, интервью им дает, потому что, когда человек не выписывает все, поэтому, у нас как это делать. Представь человек, у которого нет слуха, он должен только читать, он читает твои титры, и когда он читает титры человека, которые не изменены, он уже понимает, как этот человек общается, он понимает его темперамент, он понимает манеру общения, те самые слова, которые были выписаны, то есть это все передает эмоции человека, если редактор берет и просто все переделает, как ему нравится, уже манера общения меняется, темп меняется, и тот человек, который смотрит это без звука, он воспринимает по-другому, поэтому не меняйте все, составляйте как есть. Если в тексте, допустим, мы можем проследить, о чем он говорил, то есть в видео же у нас такие вырезки получаются информационные, в тексте мы можем проследить, поэтому мы можем написать спокойно «она». Но здесь, говоря о тексте, когда человек использует достаточное количество слов-паразитов, ну типа, ну как бы это, вы их не пишете, старайтесь их не писать, убирать. Пусть стиль остается такой же, но вот эти слова-паразиты, именно даже эти самые, может быть, предлоги, междометия, какие-то частицы, когда вот, я тут как бы подумал, ну как бы вот такое вы не даете, ну потому что иначе у вас статья ваша, ваше интервью будет, я не знаю, на 4 километра, ну то есть должна быть кратко выдержана, но вот в этой самой стилистике, то есть вы убираете только слова-паразиты и опять же обязательно подтверждаете. Про титры я забыла сказать. Когда вы пишете титры для caption-видео, никогда не употребляйте слова, которые преувеличивают. Например, очень, самый лучший, первый, огромный. Оценку не дать, да? Да. Нельзя. То есть ваша оценка там не должна быть. Например, если вы говорите, что эта помойка такая огромная, такая вонючая, вы должны написать, например, эта помойка такая огромная, ну, такая большая, как какой-то-то вот такой стадион. Либо вы даете точные масштабы, либо сравнение, прям чтобы человек понял. Вы не можете говорить большая, то есть у кого-то большая, может быть, вот столько, а у кого-то для кого-то большая, это уже вот, ну, вы поняли, да? Очень слово нельзя использовать. Самый, там, короче, все же, как это называется слово? Абсолютные. Абсолютные, да. Сравновательная оценка. Сравновательная оценка. Дающая оценку, да, и преувеличение. На самом деле эти слова нельзя и, в принципе, в печатных СМИ использовать. Можно поднять законы о рекламе. В принципе, это наказуемо, когда вы, например, в своей же рекламе говорите, что вот у нас самый лучший товар. В принципе, это недоказуемо, это голословно. И как бы, как вы можете сказать, что на самом деле ваш товар самый лучший? И тогда вашу рекламу могут снять. То же самое в СМИ нельзя. Ну, то есть вы, если вы голословны, то или вы подтверждаете свою информацию, на самом деле, да, вот говорите, что она вот такая-то огромная, или вы не говорите об этом вообще. То есть, чтобы не было вот таких пустых слов, потому что СМИ на чем основываются, на фактах. И если вы не даете эти факты, а просто говорите то, о чем вы думаете, то есть это не то. И опять же, вспоминаем, что СМИ это зеркало. То есть вы это зеркало, которое отражает ситуацию на стране, проблемы, какие-то изъяны. И вы не имеете права давать оценку. Конечно, если вы пишете свой аналитический материал как эксперт, тогда вы можете выразить свое мнение. Но если вы делаете какой-то репортаж или что-то еще, вы не можете говорить, а вот я считаю, что это так. Ну, то есть вот такого не должно быть. Хорошо? То есть вы просто освещаете проблемы. Вы даете факты, вы говорите, к чему это, допустим, привело, или к чему это не привело, как это развивается, и на этом вы заканчиваете. Нужно ли мне в хэпшн-видео озвучивать вопрос, который должен быть виден моего голоса, либо в виде титра, либо снять только ваш ответ в этот момент, как мне это лучше сделать? А вот теперь посмотрите. Мы сидим вместе, вы задаете вопросы и получаете ответы. Или вы просто убираете весь свой закадровый голос, например, пишете просто вопрос, и я на него отвечаю. Ну, то есть можете сделать и так, и так. Но опять же повторяю, если вы собираетесь работать с интервью как с жанром, это уже не кэпшн-видео, потому что как жанр оно подразумевает под собой достаточное количество времени. То есть вы не сможете сущность героя раскрыть за минуту. Это невозможно. То есть о какой-то ситуации вы можете описать, но рассказать о человеке, кто он, чем он занимается, как он добился каких-то побед, или как он прошел через какие-то трагедии. То есть невозможно сделать за столь короткий срок. Поэтому интервью это 5 минут, 10, 15, час. Познера вы смотрели, Дудя вы смотрели. Поэтому вы видите, какого формата, то есть какой хронометраж у программ. То есть и здесь уже не кэпшн-видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok